Маги, великие гадалки, великие предсказательницы. Эти люди выполняют свое предназначение, чтобы спасать людей и помогать им. И мне посчастливилось знать великого практика гаданий. Без преувеличения величайшую ясновидицу. Человека, который спасает и который всю свою жизнь отдал на служение людям. Это Жанна. Это уникальная ясновидящая и гадалка с Одессы. Мое милое солнышко Жанночка Богданович, я приветствую вас здесь. Это человек, который служит, не покладая своих сил и рук, человечеству, людям, всю свою жизнь, уже с раннего детства. Это сильнейший энергопрактик. Мы смотрим на вторую камеру сейчас. И я вас приветствую в студии, солнышко. Спасибо. Это вам. Так как мы вас любим, улыбаем. Ой, какой... Боже мой, какие колоды. Это древние какие-то ваши, да, колоды вы мне вот... Да, да. Боже, спасибо огромное вам. Здесь свеча и заговорные. А, и свеча заговорная. Вот эти три свечи выливают человеческие лица. А вот здесь для вас обереги. Спасибо, мое солнышко. Я вижу здесь жезл. Я не буду открывать тут жезл. А вот эти денежки, это свеча для фарта. Спасибо. Огромное вам спасибо. Это все вам. Родной друг, я, знаете, преклоняюсь перед вашим мастерством. И я хочу попросить моих помощников показать сейчас видео-справку о величайшей ясновидящей, без преувеличения, о гадалке из Одессы Жанне Богданович. Смотрим на вторую камеру, солнышко. Справка. Жанна Богдановичус. Ясновидящая экстрасенс, биоэнергетик. Известная детская гадалка и предсказательница. С 12 лет обучалась магии и видовству у столетней мальфарки, от которой переняла дар ясновидения, яснознания и древние родовые практики магии и колдовства. Помогает людям и практикует магическое искусство более 35 лет. В своей многогранной магической практике ясновидящая Жанна снимает самые тяжелые порчи, ставит мощнейшие обереги купола, гадает на картах, видит прошлое, настоящее и предсказывает будущее. Сильнейший мастер предсказательного искусства на Таро и Оракулах. Дорогая Жанночка, у меня к вам уникальные вопросы. И первый вопрос, что такое судьба? И есть ли судьба у каждого человека? Или, возможно, мы сами творцы судьбы? Нет, судьба есть. Смотрите, есть Бог. Человек в зачатии. И Боженька уже дает ему его судьбу. Ну, здесь есть две руки у нас. Одна от Бога, другая от людей. Божий не мог, чтобы он родился плохим, правильно? Он был порядочный. Опять, это рука Бога. Начал петь, обзываться, бить. Это уже рука своей судьбы, какой он сам себе ее нарисовал. Какая людина. Совершенно согласен с вами. Спасибо вам за ответ. Если судьба вот есть все же, и Бог дает информацию, то есть судьба предначертана. Как изменить судьбу? Как это возможно? Ну, смотрите. Если, например, Боженька подает знак человеку, человек еще не понимает, опять подает знак, дает ему ангела своего. Ну, бывает, ангела уходят от людей. Из-за чего? Ну, поведение неправильное, ведут себя неправильно, не общаются с этими ангелами. И вот такая ситуация происходит у людей. Получается, вот так оно идет. Ну, все равно Бог видит и хранит. Береженого Бог бережет. Это всегда есть и будет. Жанночка, вы очень известная гадалка, как в Одессе, так и в просторах без привлечения всего Истанге. Когда вы впервые научились гадать? Расскажите об этом. Мне было 12 лет. 12 лет. Как я в Мальфарке старенькой приняла дар. Я ее безумно любила, и она меня любила. Она очень сильный мастер была, очень сильно. Она не всех принимала, ну, принимала, и у нее не было такого, чтобы больше, меньше люди давали. Сколько давали, так она и брала денежки там. И так и она меня научила. Я знаю вас уже много лет. У нас нет такого вопроса, чтобы человек бедный или богатый пришел. У меня все клиенты одинаковые. Мои клиенты, это моя семья. Я с ними больше присутствую в жизни, чем своей семьей. Жанночка, у меня к вам еще вопрос, вот как ясновидящий. А ясновидящими рождаются или ими становятся, телезрителям интересно нашим? Ну, смотрите, есть некоторые принимают дар от кого-то. Так. Есть самоучки, что учатся там, читают, пишут, поняли. Так, могут научиться. Есть у людей какие-то стрессы, бывали в кому, аварии, кто-то умер, и появляется этот дар. Но некоторые люди не умеют его развивать. Опять же, у них идут какие-то неприятности, чтобы они помогали людям. Так, я благодарю вас за этот ответ. Я ощущаю у вас самородка могущественного, которого вот эта мальфарка раскрыла вашу силу и потенциал. Это ваша судьба, помогать людям. Жанночка, у меня такой еще к вам вопрос. Вы прекрасно гадаете, вы очень точно, вот, есть ли у вас любимая колода карт, какими картами вы пользуетесь при гадании? Я всегда обычными картами. Всегда вот этими картами. У меня много колодок есть карт, но я только пользуюсь. По-старинному? Да. Только этим. Но иногда вот так просто беру людей за руки и начинаю говорить, где что болит, где что происходит, надо сходить к доктору, не надо. Солнышко, я напомню сейчас телефоны, и уникальность заключается в том, что вы можете задавать любые вопросы не только мне, а также Жанне, ясновидящей. По номерам плюс 38, 093, 264, 17, 77, это ватсап. Плюс 38, 098, 857, 30, 81, это вайбер и телеграм. Также номер телефона Жанны, плюс 38, 068, 650, 25, 25, это Жанна Богданович, пишите ей в вайбер, звоните, и после нашего эфира, это сильнейший мастер. Спасибо. Жанночка, у меня еще к вам такой вопрос. Звоночек, звоночек нам, кто-то звонит, на первую камеру смотрим. Алло. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Галина. Я вас слушаю. Вы знаете, я так плохо ем, так плохо сплю, у меня такая апатия. Я не знаю, что со мной происходит. Вот просто вы, моя последняя надежда. Смотрите, вы не спите по ночам, правильно? Вам, вы не можете понять, где ночь, где день, что происходит у вас в последнее время. У вас между грудями стоит клумок, вас знает, что тяжело иногда дышать. Это у вас тоже происходит. Вы возле своего двора, возле калитки, нашли землю и обработанную землю спокойненько. Ну, были какие-то похорона, были, и вы присутствовали, и вам еще плюс, затылки бросили чуть-чуть земли. Вам нужна... Было такое, да. Вот, вам нужна чистка, хорошая чистка. Поможет, да, чистка мне. Конечно, поможет чистка, хорошая делается, ставляются купола, ставятся защиты, обереги, и все налаживается. Да. Давайте сделаем тогда мне чистку. Мои помощники запишут вас к Жанне. Вы будете работать с мастером. Она сильнейшая в не только ясновидении, не только в гаданиях, а также в снятии самых тяжелых порч. Это тяжелая очень порча. что говорит Жанночка, потому что здесь кладбищенская земля, и эта порча вас убивает. Ее нужно отчитывать, чистить, то есть это мощнейшее снятие порчи. И я знаю о легендарных защитах, куполах, которые проводит Жанночка. Поэтому мои помощники запишут обязательно вас. Жанна почистит вас и поможет. Будьте благословенны. Сегодня мы прощаемся с вами. Оставайтесь на линии, наши помощники запишут. Всего хорошего. Жанночка, у меня сразу вопрос. Вы уже вспоминали о защитах, куполах. Это легендарные ваши защиты. Можете пару слов сказать для телезрителя? Смотрите. Знав пару камер сейчас смотрите. Значит, что это такое вы знаете? Если кто-то сейчас где-то там рядышком, берите быстро баночку, водичку. Духовный подарок. Да, это вам духовный подарок будет от меня. Яйцо. И я буду читать молитву и при этой молитве будут ставиться купола. Один купол занимается болячки, нечисти, проклятия, а другой купол будет даваться здоровья, благополучия, любви. Но уже и то время на кусочек хлеба Боженька. А если Бог даст на кусок хлеба, все остальное будет у вас. Прекрасно. Значит, вы сейчас, телезрители, пожалуйста, начинайте это делать, что сказала вот Жанночка. И вы будете сейчас читать прямо голос, да, почитаете? Да, я голос почитаю, конечно. Все, хорошо. Кто хочет, зажигает свечу. Да, конечно, конечно, кого под рукой. Есть свечечка, можно свечку. Во имя высших сил можете читать сейчас? Месяц молодой, на тебе хре золотой, ты в море купался, людям показался. Божья Мать, у тебя великая сила, великая власть. Я не робила, но я снимаю. На леса, на горы, там, где люди не ходят, там, где кури не ходят, до людского зона нема. Знимаю купола с печени, с крови, с нечести, подклады, с смерти, запечатаю их. Ставлю купол, даю счастья, здоровья, любви, и удачи, и благословения от Бога и Ангела Спасителя вам в пути в дороге. Все. Оставайтесь с Богом. Аминь, Аминь, Аминь. Благодарю вас, такая энергия. Я перехожу, сильная энергия. Вы занимаетесь гаданием больше 35 лет практически. Да, мне 12 лет. Расскажите какую-то особую историю с вашей практики. Очень интересную. У меня была смешная история. Которую, конечно. Здесь же смешная история, но здесь и такая. У меня был клиент. Жизненная. Да, клиент очень болел, но очень тяжелый обряд пришлось на кладбище проводить. Перед этим идем к покойникам, договариваемся, днем находим могилку. Ну, я его привезла. Ну, и начинаем проводить ночью обряд. Он перепугался и убежал. Есть люди, какие боятся этой. Я встала, закончила обряд. Ну, в ту же минуту. Это была проводная неделя. Вот как проводы. И уже на выход выходить человек просто заснул. Вот там пил, поминал кого-то и заснул. И он начал орать, перепугался меня. Но я же понимаю, что он не покойник, бояпокойника очень хорошо чувствую и с ними разговариваю. Этот клиент завел машину и быстрее уехал. Это так было смешно с одной стороны, но с другой стороны интересно, что он потом вернулся, забрал, попросил у меня прощения. Но видите, какая ситуация получилась. Обряд мы закончили на кладбище, но мы двоим людям жесть спасли. Один никогда больше пить на кладбище не будет валяться, потому что он уже понял, что играется. А второй уже обряд провел. Вот такая история была в моей жизни. Спасибо за ваше мастерство. И еще хочется задать вопрос о вашей практике. Вы уже рассказали о берегах куполах. А вот что еще? Расскажите про вашу работу. Что вы практикуете? С чем могут люди к вам обращаться? Мы не можем сейчас о лечении говорить, о каких-то болезнях лечениях. Ко мне люди приходят, кого деточек нету. Так. У кого очень тяжело с бизнесом, я их тоже подтягиваю. Есть детки маленькие, приходят, у них существенность, ну, там получается. Я понял. Я тоже это работаю. Есть, работаем с людьми, последняя клиентка была, она после аварии шевелиться не могла. Ну, по крайней мере, она уже может себя помыть, переодеть. Да. Все, что от Бога, я, например, если Бог присудил. Что от Бога свет, я понял. Бог ей, если присудил, я не умешиваюсь, я не имею права. А все, что от людских рук сделано, где-то набрались, нахватались, где-то сгрешили, где-то с 20-го поколения зашло. Я эти все вопросы решаю. То есть, Жанночка, вот такой вопрос тогда. Гадать, как вы считаете, это грех или гадание бывает на картах и от Бога? Смотрите, есть люди, есть люди, ну вот гадают, например, там, ну, на таких картах, на таких, без разницы, какие карты. Но если от Бога человеку сужено помогать и спасать людей, и с этим гаданием можно где-то кому-то жизнь спасти, знаете, говорят, береженого Бога бережет, это правда. Где-то объяснить, что это так нельзя делать, а завтра будет так, и этот человек может в этой ситуации остаться жив. Поэтому есть дары от Бога, и что Боженька прощает, потому что этот дар Он сам дал нам. Это карты, как язык Бога, как язык высших сил. Вы считываете, я очень впечатлен тем, что вы, Жанночка, и я не раз это убеждался, вы считываете информацию даже без карт, как я ставить, еще вот клиентка позвонила, и вы считали информацию ключевую. Я, бывает, у меня ладошки, видите, как теплые такие, идеально, такая энергетика. Да, у меня бывают замашки, и приходит человек, я выхожу и говорю, я вас не приму. Почему? Ну, не могу. Идите, ищите других. Не то, что у меня силы нет, нет. Этот человек, бывает такая ситуация, что я его не могу принять. Нет воли высших сил. Я без Бога никуда шаг не пойду. Каждого человека я, опять же, выпрашиваю у Бога, кому жизнь, кому здоровье. Иногда очень тяжело, через себя все прохожу, депрессии, вот это все выносится. Вы глубоко верующий человек, как я вижу, Жанночка, и знаю, то, что у вас много икон есть, есть любимая икона. Да, Николай Егорник. Николай Егорник. Я с ним живу, это для меня он все. Папа, друг, я захожу в любую церковь, и я его ищу, просто ищу, я с ним живу. Я всех люблю, святых, я молюсь, в воскресенье в церковь хожу, посты держим. О, но Николай Егорник, это для меня все. Судотворец. Да, это все. Святой ваш покровитель. Да, Николай Егорник, все. У меня сын, а через его назвал. А, Жанночка, такой у меня вопрос, а возле вот, Николай Егорник, ваш любимый святой, а какие-то вот, возможно, вы акаписты, молитвы читаете возле этих образов, возле икон, бывают ли какие-то обряды уникальные, связанные с церковной магией у вас? И я сейчас объясню. Смотрите, когда человек, например, пришел больной, да, я завожу его к иконам, спрашиваю, хрещеный, да, молитесь. Он помолился, я начинаю человеком работать. Отпускаю человека, ну, в ту же минуту, я у Бога, именно Николая Егорника, выпрашиваю им то, что они сами себе не могут выбросить. Ну, когда я у Бога что-то выпрашиваю клиенту, я за это деньги не могу взять, потому что здесь, я же прошу, вы понимаете, я же не буду за деньги у Бога просить им здоровья, вы же сами понимаете. Конечно, я вас понимаю, и я хочу сейчас обратиться к телезрителям, дорогие телезрители. Я напоминаю номера, звоните ко мне и к Жанне по номерам, плюс 38, 093, 264, 17, 77, это, ватсап, и плюс 38, 098, 857, 30, 81, также пишите ваше смс, сообщение на вайбер и в телеграм, и звоните Жанне Богданович, и сейчас, и после эфира, ее номер, плюс 38, 068, 068, 650, 25, 25, также пишите ей в вайбер. Жанночка, у меня еще такой вопрос, любовная магия, помогаете ли вы людям снять, так называемые венцы безбрачия, печати одиноченства, найти женщинам свою вторую половинку? Да, да, есть такой обряд, они бывают по поколению берут, по роду, и не может девочке, вот до замужества доходит дело, и мужчина их уходит, вот получается, или долго не может быть, это простое, как родовое форма проклятия, это покупается фата обычная, самая дешевая, берется полынь, полынь, она все в вешей выгоняет, чернобрицы, полынь, вот это все, ромашку, это разлаживается разнос, фата ей накрываем голову, и вокруг нее ходим, читаем молитву сильнейшую, и спалием, и потом в этот разнос спали мне фату, и вот это делим на четыре части, идем, например, одна вода, вторая вода, третья, четыре воды, раскидываешь по воде, ну, при воде, когда бросаешь, надо лить или молоко, или какую-то денежку, мелочь бросить, потому что вода, у нее тоже есть свое собственное, что она может пустить, потому что, если не сделается откуп от воды, человек может просто, надо чаем водой зацепнуться. Что такое откуп для наших телезрителей, возможно, кто-то не знаком с этим, понять, вот на вторую камеру, можно смотреть? откуп, это, смотрите, когда, вот, например, проводится, знаете, такой обряд, да, это не значит, что там большие суммы, или там золото, бриллианты, как там, вы понимаете, нет, это не, это берется мелость свеченая, обычная мелость свеченая, там, жменьку мелочь, и когда вот это идете, раскидываете вот эти все, кидаете сразу и мелочь, это откуп, и бывает люди делать откуп на перехлест дорогах, ну, никогда нельзя поднимать на перехлестках, если человек болеет, например, сильно, он просто вот может любую вещь свою дорогую, дешевую снять, кинуть на перехлесток, и сказать, возьми вместе с моей болячкой, человек поднял, и все, и вот это все зарабатывается. Спасибо, вот, такой еще мне интересный вопрос, как ясновидящие вы, видели ли вы души умерших, они как-то приходят, поделитесь какой-то, возможно, историей об этом, вашим опытом. С умершими я, честно говоря, больше дружу, чем, наверное, живыми. Знаете, когда вот умирает там кто-то, клиенты приезжают и просят, что она поехали там на похороны с нами, и это было случай много раз, узнать, как там спокойник, или ему там все надо, или он там миссию не закончил, и вот пока все похороны проходят, я все контролирую, и опять же, сажусь возле гроба, мысленно разговариваю спокойненько, всегда говорю, ты умер, у тебя большая сила, большая власть, может, у тебя какая-то миссия здесь оставь, может, тебе что-то нужно, и вот если что-то нужно, я вот эти ошибки их не исправляю сразу на месте. Огромное спасибо. Многих людей интересует проблема финансов, вот я знаю, что вы работаете с этим, помогаете и бизнесменам, и даже, скажем так, хоть мы не политик, мы не умеем, и депутатам, а чего вот безденежье у людей бывает, есть какие-то, возможно, это порчи, и какой-то, возможно, советик дадите нашим телезрителям, как поправить свое благополучие. Это получается такая ситуация, смотрите, во-первых, зависть очень срабатывается, боженька никогда не даст, чтобы человек без куска хлеба был, он дает, там перевернут черную полосу, ну, не все, а вот людские руки, большинство с него вмешивается, и есть такие обряды, называются, забирают красоту, некоторые здоровье забирают, а некоторые режут бизнес, забирают в этих людей, вот у людей все есть, в один день прекрасно, все через пальцы ушло, и ничего, вообще ничего нет, и дело не идет, у него ничего не получает, он зарабатывает, ну, тоже минуту, все через пальцы у него опять же уходит, делаются обряды, на чистый четверг, на чистый четверг, берется 4 монетки, 4 по 25, 4 монетки по 5 копеек, должна быть, 5 пятерка, это препятствие, какое у них происходит, берется в житую минуту, 5 рублей, вот эти монетки, мажется маслами, есть разные масла, свеченые есть, другие масла, слаживаются в эти денежки все, с конвертика, перевязываются черной ниткой, красной ниткой, и белой, несется на перехресток, сжигаете, монетки какие остаются, их надо, одну монетку под дерево закопать, другую на поле, прекрасно, и вот эти две монетки, какие остаются, несутся на кладбище, только не в ход, а за воротами, попросить у покойника прощения, поставить там в воротах чуть-чуть конфетки, или венца, задобрить покойника, будет тоже их нельзя трогать лишний раз, почему покойника, потому что, когда их срезали, у них все замерло, вот как покойник лежит мертвый, ничего не шевелит у него, так и в этих людей. Вы знаете, Жанночка, я знаю то, что бабушки, которые мне передавали тоже многие знания, рассказывали подобные обряды, и я вижу то, что естественно, что это вас научило и передало ваш учитель, это еще родовые, самые вот эти сильнейшие, старые, мощные, действенные обряды, поэтому, мои дорогие телезрители, вы можете позвонить, время потихонечку у нас уходит, поэтому я прошу вас и призываю звонить нам в прямой эфир, а также и на индивидуальные консультации записываться, по номерам, плюс 38, 093, 264, 1777, ватсап, плюс 38, 098, 857, 3081, это, вайбер, и также, телеграм, и вы можете звонить прямо сейчас, ясновидящий Жанне Богданович, задавать ваши вопросы, либо записываться к ней на консультации уже после нашего эфира, по номеру, плюс 38, 068, 658, 650, 25, 25, и пишите Жанне обязательно в вайбер, любые ваши вопросы, любые ваши ситуации, Жанна сильнейший и сильный мастер, у нас подходит время к концу, Жанночка, я так счастлив, что вы пришли, для меня такая-то честь, скажите нашим телезрителям, вторая камера, какое-то пожелание, вот кратко, секунду 15. Главное вам желаю счастья, здоровья, здоровья никогда ни за какие деньги не купишь, удачу, и мир в семье, спокойство, чтобы ваши чаши были всегда полные, чем полные, добротой, любовью и здоровью, оставляйтесь с Богом. Огромное вам спасибо, дорогие телезрители, благословение высших сил, счастья, радости, я счастлив, что вы, Жанночка, пришли, спасибо за ваш подарок, дорогие телезрители, мира, благополучия, процветания, счастья в ваш дом, слава высшим силам, мы с Жанной будем за вас молиться, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok